Так, здравствуйте моя семья, моя интернет-семья и все, кто только что ко мне присоединился. А сейчас готовьте чай. Какой у меня сегодня чай? Я сегодня, мои дорогие, любимые, пью чай, вот этот вот, смесь. Что здесь у меня за смесь, вы знаете. Это смесь для сжигания жиров, для антивирусная смесь и для насыщения витаминами. Вот, это самая настоящая витаминная бомба-добавка. И причем еще и сжигает жиры. Просто супер. У меня, вы видите, уже она заканчивается, этот вариант. Теперь буду делать другой, расскажу, как еще можно такую добавку делать. Здесь в этой добавке было имбирь, лимон и мед. Внизу, внизу будет ссылочка. Как ее сделать? Вы можете пойти по ссылочке вниз, нажмете и узнаете. Ну, а отсюда мне понадобится сок. Итак, я делаю маску великолепнейшую, в которую будет входить вот как раз-таки вот этот сок. Здесь сок имбирь, лимон и мед. Имбирь, лимон и мед. В косметологии имбирь входит в состав средств, оказывающих тонизирующее, антисептическое, противовоспалительное действие. К тому же, он широко, девочки, применяется в антивозрастной косметике. А это нам и надо. Антивозрастная косметика. Как натуральный компонент, дающий устойчивый, омолаживающий и отбеливающий эффект. Устойчивый. Поэтому это мое средство. Мне нужно, чтобы был устойчивый, омолаживающий и отбеливающий эффект. Он эффективно снимает усталость, вялость кожи, выводит шлаки, токсины. Его используют в составе препаратов по уходу за проблемной и жирной кожей. Экстракт корня имбиря обладает антисептическим и антиоксидантным действием. Он успешно восстанавливает энергетический баланс кожи, оказывает моментальное подтягивающее действие. А вы знаете, кто уже натирал руки имбирем, как я показывала, что моментальное подтягивающее и отбеливающее свойство имеет. Регенерирует поврежденные участки, способствует очистке, уменьшению пор, суживает поры, снимает воспалительные процессы в проблемной коже. Обожаю имбирь. Имбирь восстанавливает яркость, знаете, такую кожу. Кожа сияет, прекрасно освежает цвет лица. В общем, имбирь – это мой фаворит, это мой любимчик. Благодаря содержанию в нем уникальному компоненту – генгеролу, он заряжает клетки кожи жизненной энергией. Запомните, генгерол в нем, только в нем. Поэтому большинство известных косметических фирм используют средства с имбирем в линейке своей продукции. Особенно любят французы имбирь. Они обожают туда добавлять свои французские крема, имбирные масла, имбирные вытяжки, имбирные экстракты. Но, покупая крем, мы не можем быть уверены, что в нем действительно есть экстракт имбиря. А вот это средство, которое я делала для похудения, которое я постоянно использую, это средство, кто смотрит мои видео, ну а кто еще не в нашей интернет-семьи, пожалуйста, подписывайтесь. И вы будете получать одними из первых уведомлений о том, что у меня вышло новое видео. И вы будете вот постоянно употреблять вот эту вот смесь в разных вариациях. И будете понимать, что это просто супер, просто супер. Итак, начнем. Ложечка сметанки. Я уже положила ложку сметанки. Тут у меня уже вот ложечка сметанки. Дальше, сюда же я положу примерно, вот у меня сок сейчас выйдет, вот. Примерно, девочки, чайную ложку сока, он жиденький-жиденький. И помешаем вот этой смеси. Еще раз, смесь состоит из имбиря, лимона и меда. Дальше, обязательно облепиха и калина. У кого нет облепихи, можете использовать только калину. У кого есть только калина и нет облепихи, пожалуйста. Но другое нам не подойдет. Только облепиха и калина. Потому что именно эти две ягоды я пересыпаю. Это столовая ложка у меня. Столовая ложка с горкой. Я пересыпаю в чесночницу и выдавливаю сок. Кто я обожаю? Сейчас у меня как раз имбиро. Имбирная терапия. А также из облепихи и калинки. Сейчас будет цвет хороший-хороший. Теперь многие девчоночки меня спрашивают, когда смотрят и говорят, ой, а очень жидкая. Что же это за маска такая? Она очень жидкая. И это, девочки, еще не все. И сюда же в эту смесь обязательно, еще раз говорю, обязательно добавляем масло облепихи. где-то половина чайной ложечки. Все. Спрашивают меня, напишите рецепт. Я не буду писать, девочки, рецепт, потому что мне просто физически некогда. Я вот это вот себе делаю, заодно показываю своей семье. Потому что у меня есть еще девочки. Наташенька, Хрыся, Юлечка. Вот. У меня есть мои девочки, которым я должна показывать это. И потом будущие жены моих мальчиков, они тоже должны смотреть, видеть и делать это. Потому что если они будут это делать, у них будет всегда, ну, по крайней мере, очень долго, очень долго, красивая, ухоженная кожа. И причем будет такое сияние. Все будут думать, что вы нанесли крем на лицо. А на самом деле у вас не будет никакого крема. У вас будет просто ухоженный цвет лица. Вот. Так. Все. И теперь смотрите, что я делаю дальше. Дальше я включаю, например, любимый фильм или любимых своих интернет-сестренок. Включаю комментарии. Начинаю читать комментарии, которые мне уже сын отредактировал. Он убирает всякую гадость, оставляет только приятное, потому что мой канал только про добро и про любовь. Там не может быть ни одного плохого комментария. Все. И дальше беру, вот так промакиваю любой диск. Берем диск, ватный диск, промакиваем и наносим на кожу. Делаем ее шикарную. Как? Вот так вот. Вот таким вот образом. И на руки, и на лицо, и на шею. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Это противпигментная. Еще раз говорю, омолаживающая, антивозрастная. Прекрасный цвет лица оказывает противовоспалительное действие, разглаживает мелкие морщинки. Это не масочка, а просто прелесть. Но только ее нужно, ну, наверное, в течение, вот так вот я в течение 15 минут делаю. Вот. Это и на ручке. Пока на ручках у вас, на пальчики не забывайте, прям массируете, массируете, массируете. Пока у вас будет впитываться здесь, вы берете другой ватный диск, также макаете и на лицо, потом на шею, и можно на грудную клетку. Вот. Кстати, интересный факт про имбирь. В Англии, во время правления короля Артура, члены круглого стола должны были принимать имбирь для повышения умственной активности перед каждым сражением. Представляете? А в средние века имбирь использовали как лекарство от всевозможных лихорадок. Например, известно, что Генри VIII, правящий Англией с 1509 по 1547 год, требовал от мэра Лондона использовать имбирь при лечении бубонной чумы. Помните, была такая. Так что, вот такие факты я точно знаю, поскольку Англия – это моя сфера деятельности. И, благо, я много читаю об этом, мне это нравится. Я просто погружаюсь в Великую Британию и в историю Великой Британии. Вот, девчонки, такие вот факты. Все это не просто так. Ну, а я вас всех люблю. Целую. Кстати, чай с имбирем, с лимоном. Этот же, этот же имбирь я могу просто взять, съесть ложечку. Ох, очень он такой, я вам скажу, остренький. Но я-то понимаю, что во рту я умерщвляю куча микробов благодаря тому, что я разжевываю долго, нудно и терпеливо. А благодаря вот этим волокнам, которые в имбире, они у меня как чистка, как щетка в кишечнике работают. Прочищают мощный кишечник, убивают микробы везде, во всех местах, в том числе и в желудке. Выходят, проходят и выходят. В общем, это уникальная вещь. Внизу будет скидочка обязательно. Кому нужна ссылочка. Смотрите вниз на ссылочку. Ну и чай. Чай, еще я сюда добавила корицу. Пол чайной ложки. Одна чайная ложка вот этого залила горячей водой и еще пол чайной ложки корицы. Ой, остренькая, вкусненькая. Я без имбиря уже жить не могу. Ну, кто знает меня, тот знает и это. Так, теперь сюда. Ну, спокойной ночи. Всем пока-пока. А я еще минут 15-20 посижу в масочке и помассирую свое личико, шейку, ручки. Мне это доставляет огромное удовольствие. Спокойной ночи, мои родные и любимые. Будьте красивы, здоровы и пусть Бог благословляет вас и ваши семьи обильно во всех сферах жизни.